Мы построили объект, который называется «Кольцо целых хронических числений». И мы посмотрели его поле частот, которое называется «Поль Б-хронических числений». Сейчас я хочу чуть-чуть другую точку зрения, а именно я хочу доказать, что на самом деле ничего, я объясню, в каком будущем это слово, никаких конструкций, кроме множества вещественных чисел и вот этих вот поэтических чисел, на самом деле никаких других конструкций нет. Так, сначала именание «Поэтическая метрика». Если у нас есть любые два числа, то «Поэтическая метрика А-А» это ноль, то есть по определению число от себя находится на расстоянии 0. «Поэтическая метрика А-Б», где А не равно «П», это есть «П в степени минус Н», где А-Б делится на «П в степени минус Н», и А-Б не делится на «П в степени минус Н». То есть, смотрите, мы разлагаем А-Б и Б простые множители. На знак вообще не смотрим. Когда у нас есть простой число «П», нас интересует, в какой степени оно входит в разложение на простые множители разности А-Б. Простая вещь. Если взять целые числа, то совершенно понятно, что ничего добавлять не надо. Но, если я собираюсь изучать и вещественные числа, то мне хотелось бы, чтобы в этой процедуре участвовали бы любые другие. Давайте тогда поймем, что значит то же самое для А-Б. То есть, я сейчас беру, вместо целых чисел здесь пишу множество национальных чисел. Смотрите, как сказать про национальное число, что оно делится на «П в степени Н». А очень просто. Смотрите, нужно просто поделить эту вещь на «П в степени Н» и сказать, что А-Б делить на «П в степени Н» — это дробь, в несократимом представлении которой… Несократимое — это представление которой… Ни числитель, ни знаменатель, ни делится на «П в степени Н» и «П в степени Н» и «П в степени Н» и выделено. И вот именно такое повторение. Я в прошлый раз уже объяснял картину. Ну, например, для случаев «П в равно 3». Как у нас все устроено. Вот есть все множество целых чисел. Давайте вот так вот я рисую. Вот, конечно, такого огромного-огромного множества. Там где-то есть число 0, там где-то есть число 1 и 2. Это остатки от деления на 3. И вокруг числа 0 есть те числа, которые дают остаток 0 при делении на 3. Здесь числа, которые дают остаток 1 при делении на 2. Здесь числа, которые дают остаток 2 при делении на 3. А все так устроено, это понятно. Дальше остаток определений на 9. Это бывает или 0, или 3, или 6. И тут то же самое. И вот давайте посмотрим, как устроена периодическая методика. Между этими числами расстояние триодическое равно единице. Между любым шлем отсюда и любым шлем отсюда триодическое расстояние тоже равно единице. Но внутри здесь все расстояния не больше, чем 1,3. Вот расстояние между всеми этими и всеми этими это 1,3. И между всеми этими тоже 1,3. А здесь внутри расстояние везде не больше 1,9. Ну и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok